Еще раз всем здрасте. У нас на скорую руку продолжение нашего разговора про сеть в Linux. Продолжаем про прикладной уровень. И мы сейчас будем рассматривать не то, как самим обеспечивать этот самый прикладной уровень, а что умеет операционная система. Вот, если коротко. Давайте мы тогда проимпортируем, и куда он мне сложил его. Во, все, спасибо, дорогая. Значит, у нас новая виртуальная машинка. Давайте все это закроем. Вот, не забудем сделать вот так вот. Так, значит, да. Все, возвращаем, продолжаем наш разговор. Напоминаю, что мы с вами в прошлый раз настраивали настраивали нашу Linux-систему бирманентным образом с помощью систем D и Necler D. Давайте попробуем это еще раз сделать, потому что это нам понадобится сегодня для дальнейшего разговора. Вот. В частности, мы использовали возможности, те самые, которые мы вручную делали в настройке в прошлые разы, заставили систем D и Necler D самому этим заниматься. Вот, сейчас мы это сделаем. Вот, так. Значит, напоминаю, что для этого нужно создать специальный настроечный файл в каталоге систем D, и систем D network, скажем, вот так вот. Вот, значит, должен он иметь имя .network, это обязательно, потому что это, собственно, настройка самой сети. Вот. Ма-ты-чу. Да, здесь мы указываем, что именно мы собираемся настраивать. Здесь мы указываем, как она настраивается. Мы говорим, что она настраивается просто по ДХЦП. Вот. И еще волшебное слово IP forwarding, IP forward yes, которое, значит, нам позволяет, ой. Вот, которое нам позволяет включать настройку, чтобы наша машина работала маршрутизатором. Вот. Значит, вот мы говорим network.tl reload, кажется. Вот. И вот у нас уже настроенная сеть с маршрутизатором, со всеми пирожками. Такие вот волшебные настройки. Главное из того, что у нас тут вот настроилось, и чего мы почти никогда не трогали, это резолвер. О, он, кстати, пустой, он у нас не настроился. То есть сейчас мы настроили свою сеть, но поскольку мы не запускали волшебного клиента ДХЦП, ЦД, который все за нас делает, мы настроили только ту часть, которая относится к сети. Соответственно, маршрутизатор по умолчанию у нас существует. Вот он. А вот преобразование доменных имен в IP-адреса у нас не работает от слова совсем. В файле, который за это отвечает, из all-conv, вообще пусто. Вот. Почему так? Потому что мы этим не занимались. ДХЦП, ЦД сам все прописывает. Систем ДНКОРД тоже сам все прописывает, но его нужно попросить это сделать. В частности, у нас составляющая систем ДНКОРД, которая называется Resolve-D, не запущена. Вот если его запустить, систем Д через Y пишется. Вот. Если его запустить, то ситуация изменится. Обращаем ваше внимание на то, что систем КТЛ-енейбл-минус-нау это сразу две команды. Это систем КТЛ-енейбл, который, собственно, занимается регистрацией нашей системной службы в дереве запуска системных служб. И систем КТЛ-старт в одном флаконе. Давайте посмотрим, что у нас случилось с Resolve-Conf. Значит, файл Resolve-Conf был отредактирован службой систем ДНКОРД, и в ней появилась адрес name-сервера, и теперь у нас уже будет работать преобразование доменных имен в IP-адреса и дальнейшая работа. Ну, или, если хотите, вот так. Команда DIG, которую мы один раз пытались использовать в домашнем задании, это как раз команда, с помощью которой можно достаточно много узнать о ДНСе. В частности, мы видим, что нам на запрос в VV.ru на самом деле два ответа. Там есть две записи, два IP-адреса. Вот у VV.ru нам сказано, какой сервер нам отвечал за этот вопрос. Вот этот самый сервер. Где он тут? Вот этот. Хотя мы бы могли спросить и у любого другого сервера. Вот мы сейчас сказали, спроси, пожалуйста, кто такой VV.ru на сервере 9999. Он и спросил. Значит, еще раз. За пространство имен, в частности, пространство имен IP-адресов и DNS имен хостов отвечает специальный сервер, который называется Systemd Resolve-D. В принципе, в системе так много кто может за это отвечать. Например, есть файл etc-хост. в котором тоже можно описать некоторые IP-адреса и соответствие именам. Вот. Более того, в типичной Linux-системе вот таких вот табличек или мест, которые принимают решение о соответствии каких-то имен, каким-то числовым значением, например, DNS-именам, доменам именам, доменных имен и IP-адресам. Таких мест много. Специальная внутренняя библиотека Librizov, C-шная, она умеет ходить вот к такому файлу, давайте даже вот так вот посмотрим, где по определенным правилам, по определенным синаксу описывается, откуда брать соответствующие значения. Это не только имена компьютеров, но и таблицы паролей, таблицы групп, короче, куча всякого всего. Как видите, по большей части здесь написано files, это означает, что в соответствующем конфигурационном файле будет соответствующая таблица, но иногда здесь встречается слово систем-д, это означает, что у систем-д есть свой собственный плагин к Librizov, который позволяет ходить, скажем, за паролями к самому систем-д, а не файлу etc.psovd. А вот в случае hosts, это как раз строчка, которая отвечает за пространство имен доменных. Тут, как видите, довольно сложная конструкция. Files означает, что мы ходим в etc.hosts, myhostname означает, что мы еще, помимо всего прочего, можем знать о том, что текущий hostname SRV это тоже один из IP-адресов наших. Вот это. Вот. Значит, Multicast DNS-4 означает, что мы еще можем ходить к специальной системе, которая анонсирует и динамически превращает IP-адреса в какие-то там имена и обратные на основании просто того, что сами о себе хосты думают. Про это мы еще поговорим. Ну и, наконец, если ничего из этого не сработало, ходить непосредственно к DNS, то есть к файлу resolve.conf, и так дальше. Вот такая вот сложная иерархия пространства имен, которая в конце концов, после того, как она поглядела все близлежащее окружающее окружение, в конце концов, финиширует к попытку резолвинга именно с помощью DNS. Значит, про DNS я... Ну, давайте немножко поговорим, потому что тут хорошо бы побольше теории, но если я буду разводить здесь побольше теории, у нас будет поменьше практики. Про DNS надо что сказать. Что это такой способ, такая фактически распределенная база данных, распределенной по всему миру, которая позволяет преобразовывать доменные имена в IP-адреса и обратно. Кстати сказать, обратно тоже. Вот. Значит, она называется доменной по одному довольно важному основополагающему принципу. У нас есть, допустим, вот как здесь в примере, ru-wikipedia.org, и это означает, что какой-то специальный сервер, который отвечает за домен википедия.org, знает, какой адрес у сайта ru-wikipedia.org. Давайте попробуем это узнать. dig ru-wikipedia.org. Нам-то ответил наш ближайший сервер. Давайте спросим, а какой ним сервер за него отвечает. О! Вот. Что я сейчас спросил? Я спросил так. Смотрите, ответьте мне, пожалуйста, если я захочу узнать, кто обладает авторитетной записью, то есть кто отвечает за домен вот такой, какой ним сервер NS отвечает за такой домен. И мне порывшись в интернетах, что ru-wikipedia.org, во-первых, это не настоящее имя, это так называемый цинейм. Что такое цинейм? Алиас, как-то по-русски. В общем, синоним. Что на самом деле на самом деле сайт называется dynia или dina wikimedia.org в том смысле, что это один и тот же сайт, просто мы в зависимости от доменного имени показываем другой контент. И что за домен wikimedia.org NS отвечает сервер NS0 wikimedia.org Ну, NS нам никто не ответил. Зато нам сказали, что вот NS0 wikimedia.org Давайте проверим тогда вот так вот. Кто отвечает за домен wikimedia.org? Вот, пожалуйста, значит, у нас есть аж три сервера, которые отвечают за домен викимedia.org name сервера, то есть те, которые делают преобразование из имени что-то такое wikimedia.org, например, dynia.wikimedia.org в IP address. Вот эти три name сервера. При этом этот name сервер не обязан знать, что у нас творится внутри домена ru.wikimedia.org, если бы такой был, а также, что творится внутри домена .org. Он отвечает только за свою территорию. Про, ну, вот, например, давайте какой-нибудь cmc mmsu.ru. Это совершенно не оно. cmc mmsu.ru. Вот, пожалуйста, у нас есть некий сервер, две штуки, который отвечает за домен cmc mmsu.ru и за всё, что в нём находится. При этом он не знает, давайте попробуем, нам-то он ответит, нам-то он ответил. Вот. При этом этот сервер не обязан знать, что творится вот на домене, в домене mmsu.ru только в cmc mmsu.ru, и он не обязан знать, что творится вот под доменом. что он должен знать? Адрес восстающего сервера и адрес серверов, который отвечает за все поддомены. Вот поэтому эта система называется доменной. Вассал моего вассала, не мой вассал. Мы знаем про то, что творится в csmu.ru, все вот эти имена мы знаем, мы это, вот этот сервер. Вот. А также можем послать к правильному к правильному серверу. Интересно. Вот. таким образом эта база данных распределенная становится такой многоузловой, распределенной именно сетевой. За самые корневые домены отвечают несколько корневых серверов, их там штук 15, по-моему, 12-13, не помню. Вот. За домены первого уровня отвечают сервера первого уровня, и они знают только адреса в доменах первого уровня и адреса на им серверов доменов второго уровня. За домены второго уровня отвечают сервера второго уровня, они знают только то, что у них творится и адреса серверов доменов третьего уровня, ну и так дальше. Соответственно, если я задаю вот такой вот запрос, да хоть вот такой, то на самом деле происходит довольно сложная картина. Я хожу к своему собственному неймсерверу, который лежит на хосте на 10.3.0.1, со словами, а расскажи мне, что такое ru.wikipedia.org. А он говорит, а я не знаю. Я сейчас спрошу у кого-то, кто вообще знает про wikipedia.org, никто не знает. Кто знает про орг, никто не знает. Хорошо, кто знает, какой доменный сервер отвечает за зону орг. Как кто? И это известно, кто знает. Это так называемые корневые сервера, вот те самые, которых 15 штук. Давайте сейчас найдем слово корневой. Вот они. А что, а где? А, вот. Вот. Этих серверов на самом деле очень немного. Их буквально вот с А до М штук. Их адреса известны. И вообще это статическая таблица. Это вот такие штуки, как добавление и изменение нового корневого сервера, они случаются довольно редко. Вот. Значит, и вот такой запрос, который мы с вами сейчас совершали, рекурсивный, он как раз примерно так и работал. Мы спросили у нашего сервера, что он знает про ru.wikipedia.org. Он ничего не знал, но он сходил сначала к домену... Интересно, куда он сходил. Он должен был сходить к корневому серверу, чтобы узнать, какой нам сервер у домена .org. Только... Ой, что это за слово такое? Только мы, наверное, это сделать не сможем. Да, не сможем мы это сделать. Это что ж такое-то? А, это русские буквы. Вот оно что. Ну, смогли. Да? Вот. Мы узнали доменные имена тех серверов, которые отвечают за .org. Дальше у них мы узнали, кто отвечает за википедию, вики-медиа-орк. Вот. Оу, медиа. Вот. А у них мы уже узнали про ru.wikipedia.org. И вот этот ru.wikipedia.org оказался цинеймом на ru.wikipedia.org оказался цинеймом на ru.wikipedia.org. Рекурсивный запрос. Вообще говоря, далеко не все такого рода нейм-сервера обязаны отвечать на любой DNS-запрос. Ну, иначе там возьмёт, люди всем миром соберутся и убьют, задедосят. Допустим, если мы захотим вот у этого DNS-0 вики-медиа-орк спросить, кто такой CSMSU и ru, то мы нам, наверное, откажут. Смотрите. Ru.wikipedia.org. Спросим у сервера, отвечающего именно за этот домен. И нам расскажут. Рассказали. Это цинейм. А если мы у него спросим, кто такой www.csmsu.ru, он нас пошлёт. Хотя он, наверное, знает, или, по крайней мере, мог бы совершить рекурсивный запрос для нас. Но он не хочет. Дело в том, что обычно в нейм-серверах выбирают тех пользователей, которые имеют право совершать рекурсивные запросы, то есть заставлять вот этот DNS-сервер последовательно обходить сначала корневой домен, потом домен первого уровня и так дальше, и так дальше, узнавать, в конце концов, какой будет адрес. А некоторым нельзя. Вот, видите, нам нельзя сделать это тут, но можно сделать это хотя бы вот тут. Вот, пожалуйста. То есть, фактически, это, опять же, такая же феодальная система. Мы обслуживаем только своих, значит, вассалов, а больше никого. Да, вот этот вот сервер, который 10.3.0.1, давайте посмотрим, кто он такой. Вот, у него вот такое доменное имя. Обратите внимание, что он находится в домене csm.ru, и мы тоже находимся в домене csm.ru. То есть, мы находимся в той же сети, что и он, ну, административно. Именно поэтому нам разрешено удовлетворять наши рекурсивные запросы там. Вот, правда, на свете существует несколько серверов, например, сервер гугла, сервер клаудфлари, сервер четыре девятки, которые тоже могут отвечать на любые рекурсивные запросы. Мы этим пользовались с вами. Вот, пожалуйста, он тоже умеет. Но это такие понтовые ребята, которые специально держат такие сервера. Говорят, смотрите, у нас хватает мощности, мы можем любой запрос ваш удовлетворить. Клаудфлари там еще, говорит, еще и очень быстро. Ну вот, обычные сервера, видите, нам отказывают в рекурсивном запросе, потому что мы не имеем права, мы не являемся, мы не входим в их топологию. Такие дела. Значит, это если очень-очень бегом говорить про то, какие бывают DNS-запросы. Прямые, если вы сходили к тому серверу, который знает ответ на вопрос. И рекурсивные, если вы сходили к тому серверу, который не знает ответ на вопрос, но может за вас поискать. Можно ли, не сходя с места, самому соорудить рекурсивный запрос? Я не знаю. Кажется, да, но я что-то не пробовал это делать. Такие дела. В этой схеме есть одно слабое место. Получается, что какие-нибудь корневые сервера или сервера первого уровня должны быть безумно нагружены. Потому что если вы хотите зайти на какой-нибудь сайт, не являющийся сайтом в вашем домене, то вы фактически напрягаете ваш ближайший DNS-сервер, чтобы он совершил рекурсивный запрос, и он его начнёт с корня. То есть получается, что там чуть менее, чем все DNS-запросы в сети должны начинаться с корневого сервера. Эта проблема решается тем, что на самом деле у зоны, в которой хранятся IP-адреса, есть так называемая запись типа SOA, State of Authority, в которой написано, в течение какого времени данный ответ считается валидным, и значит, его можно кэшировать на ближайшем name-сервере и заново не ходить за запросом на соответствующий корневой сервер, серверу первого уровня и так далее. Вот везде, где нам отвечали запросом типа SOA, вот среди этих чисел есть time to live. Вот я не помню, какая она из них, но в общем это и не очень важно. Я думаю, что какой-то из вот этих чисел, это время, в течение которого ответ на этот вопрос валиден. То есть не так, в течение которого содержимое этой зоны, этой таблицы преобразования IP-адресов считается неизменным. В течение всего этого времени этот ответ можно держать в кэше, ну там на самом деле два разных числа, но это не важно. И когда вы совершаете очередной запрос того же типа, допустим, вот так вот, то почти наверняка у вас, ну там, я.ру, в первый раз ваш сервер, к которому мы сходили, 10.3.0.1, совершил рекурсивный запрос и узнал, кто такой я.ру. Во второй раз он достал это из кэша. Ну потому что там, видите, что это 600 секунд, 5 минут, нет, 10 минут можно лежать в кэше, и 15 минут он валиден прежде, чем сдохнет. Ну вот, значит, для того, чтобы у этого дела было порядок, у каждой такой зоны есть ещё специальный серийный номер, который принято просто сделать равным текущему таймстэмпу, который только увеличивается, каждое изменение зоны приводит к увеличению серийного номера, и по этому признаку узнаётся, что кэш надо обновлять. Но, ещё раз повторяю, кэши очень сильно ускоряют работу этой иерархической базы данных, потому что вы не ходите к конкретному узлу, который авторитетен за ответ на этот вопрос, а ходите к ближайшему кэшу, где соответствующие сведения не устарели. В этой базе данных можно хранить вообще всё, что угодно. То есть, помимо запросов типа А, которые мы с вами обычно смотрели, когда говорили, есть запросы типа Синейм, это синонимы, есть запросы типа НС, это адрес неймсервера соответствующего домена, МХ, адрес почтового сервера, СРВ, адрес, это специальный запрос для анонсирования сервисов, об этом мы сегодня поговорим, если успеем. А ПТР – это вообще обратный запрос преобразования IP-адреса в доменное имя, такое тоже бывает. Если мы хотим преобразовать IP-адрес в доменное имя, мы вызываем DIG-X, ну, скажем, вот этот IP-адрес. Обратите внимание на то, как на самом деле всё резолвится. на самом деле существует зона под названием, вернее, существует IP-адрес под названием 242.255.255.in.adr.ar, пообратите внимание, это вот это, но задом наперёд. За этот адрес авторизован некий сервер, и этот сервер знает, что это адрес сервера Яру. Почему здесь вот это задом наперёд всё перевёрнуто? Понятное дело, почему. Потому что обычно сети, ну, скажем, 5.255.42, там, скажем, слэш-24, то есть вот такую сеть выдают некоторые организации. Значит, эта организация авторизованно разрешает запросы по всем IP-адресам вот такого вида. Соответственно, для того, чтобы из них тоже можно было построить такую же доменную иерархию из вот таких вот обратных резолвов, её просто записывают задом наперёд, ну, и делят там, соответственно, вот такая сеть, вот такая сеть. То есть фактически сам механизм разрешения тот же самый, механизм построения распределённой базы тот же, вот, просто там лежат строки, а IP-адрес выглядит вот так, таким именно. Вот. Как вы понимаете, никакого строгого соответствия между вот этим и этим, и наоборот, этим и вот этим, нету, хотя бы потому, что у одного имени может быть много IP-адресов. Соответственно, это не так, что мы посмотрели в ту же табличку, только в перевёрнутом виде, это совершенно отдельная табличка. В некоторых случаях она даже может не совпадать с исходным. Помимо неавторитетного кэширования, то есть, когда ваш ближайший наим-сервер хранит результаты вашего запроса к соседнему серверу, ну, столько, сколько соответствующая зона живёт. Есть ещё дублирование серверов. Считается, что у больших доменов должно быть как минимум два наим-сервера. давайте посмотрим. Вот. И вот эти два наим-сервера должны быть совершенно в разных топологических пространствах. Давайте тоже это посмотрим. Вот один имеет такой IP-адрес, а другой имеет такой IP-адрес. Обратите внимание, что с точки зрения топологии IP-адресов, они совершенно различны. Возможно, даже принадлежат разным потомам системы, хотя я не уверен. В чём фишка такого требования? Если у вас хороший большой домен, вы собираетесь держать на постоянке наим-сервер, то было бы неплохо, чтобы когда связанность, допустим, до этого сегмента сети пропадает, работала связанность до этого сегмента сети. Чем они дальше от друга, и топологические эти самые наим-сервера с одним и тем же доменом, авторитетные, тем лучше. В действительности, понятное дело, что мастер-сервер, как правило, один, а второй из него только копирует, но оба таких сервера, вот эти оба сервера считаются авторитетными в силу вот этой записи. Вот. Вот 7200, это, я так понимаю, как раз тайм-тулиф. Хотя нет, буду, врать не буду. Такие дела. Какая самая главная проблема файла ResolveConf? Вот того самого файла ResolveConf, про который мы с вами уже говорили. Вот этого. Самая проблема файла ResolveConf состоит в том, что в зависимости от настройки вашей сети его содержимое может всё время меняться. То есть это такая штука, в которую вот вы перенастроили сеть, у вас, допустим, Wi-Fi-чик переключился на другого провайна, или там отключился Wi-Fi-чик, включился этот самый GPS к тому, как его, 4G. Вот. И у вас всё поменялось. У вас поменялся доменный адрес доменного сервера, который, тот доменный адрес доменного DNS-сервера, который был, вам больше не будет отвечать на рекурсивный запрос. То есть не будет за вас их делать. Или, возможно, у вас, например, смотрите, находясь внутри факультетской сети, мы, например, видим вот этот сайт, сейчас, где он тот? А, ну давайте DigminsX. Смотрите. Находясь внутри факультетской сети, а мы находимся внутри факультетской сети, мы видим, что у сайта 10.3.0.1, а это интернет, это внутреннее имя, это внутренний адрес. Такой адрес в интернете быть не может. Да? Поэтому, когда настраивать сетку, где не требуется каких-то особо сложных DNS-правил, нужно просто базовый изол, обычно ставится на сервер 4 восьмерки. Ну да, да, да. Но это, кстати, не совсем обычно, ещё там каких-нибудь 10 лет назад так не было. Идея ставить 4 восьмерки в качестве в качестве ещё 4 единички, потому что это клаус-лай. Клаус-лай же хвастается тем, что они быстрее, чем гугловые сервера, потому что это же облако, у них есть точки присутствия вообще вот в любом месте мира, и они говорят, что там максимальное время срабатывания какое-то безумно маленькое у них. Вот. Раньше так не было. Вот. Раньше вот этих вот понтовых серверов, которые за вас всем-всем дают, не было, и, соответственно, строго надо было ходить к неймсеру своего провайдера. Вот. А вообще, да. Значит, смотрите, про то, зачем ходить к неймсеру своего провайдера. Смотрите. Посмотрим, каков IP-адрес у машины МСУГВ Интернет ЦСМСУРУ. 10.3.0.1. Греб ЦСМСУРУ. 10.3.118.192. Обратите внимание на то, что это внутренний адрес. Поскольку мы находимся внутри факультетской сети, факультетский DNS-сервер нам отвечает, что адрес греба тут рядом, вот в нашей же 10-й сетке, вот недалеко на седьмом этаже. Это моя машина рабочая. Если мы спросим это у любого международного сервера, естественно, ничего про нашу интернет они не знают. Если я сейчас вздумаю зайти на греб, то укажу адрес греб ЦСМСУРУ и мне, поскольку это наш сервер по умолчанию, 10.3.0.1 ответит внутренним адресом и будет вот так вот. А если я задумаю использовать... Давайте прям руками это сделаем. будет уже вот так. Вылезет в интернет, влезет обратно. Поэтому довольно часто все-таки рекомендуется использовать именно DNS-сервер от текущего провайдера, потому что всякие-всякие внутренние вещи, всякие интранет будет именно так работать. Такие дела. Сейчас так вот сделаем. ой! О! Чё это он? Стоп. Чё-то он его не переделал. Должен был переделать. Да что ж такое-то? А чё он не создаёт, зараза? Видимо, его создаёт кто-то другой. Но это не страшно. Значит, такие дела. Есть даже целая утилита, которая называется ResolveConf, которая редактирует этот самый ResolveConf, и её можно дёргать, ей можно определять некоторые хуки, которые разные сервисы дёргают в процессе как раз изменения сетевой конфигурации, когда нам нужно подменить адрес DNS. В общем, всё это довольно мутно, сложно, и главное, нарушает принцип, что ну, это получается, что вы должны при настройке сети заботиться о соответствующем хуке к ResolveConf. Ну, так и делается, в общем, в сообществах, но тем не менее. Вот. Я надеюсь, он восстановился. Удвоился там почему-то. Вот. Значит, не говоря уже о том, что этих пространств у меня больше одного, они указаны вот на свече. Если вы запустили этот самый системный ResolveD, вот этот файл вообще является генератором, видите? То есть я его, конечно, отредактировал тут при вас, но в любой момент ResolveD его может переписать. Вот. Поэтому его лучше не трогать. Вот. Есть такая командочка ResolveCTL, которая рассказывает, по каким протоколам происходит резолвинг конкретно, видимо, имён днс-ных. Да. Ну, вот в частности, видите, вот он знает про то, что днс-фер у нас 10.3.0.1. Это он узнал от систем-д-нетворк-д, которому по ДХЦП приехала эта настройка. Она его скормила ResolveD, ResolveD её положил вот сюда. Вот. В принципе, ResolveD... Сейчас посмотрим. Он, кажется, смотрит... Он, да, он, он, он... Вот он. Он... А это что за порт? 53.55. Это какой-то его собственный протокол. Не знаю, что это за порт. Вот. В принципе, ResolveD работает как днс-сервер. Но только на локал-хосте. И даже не на локал-хосте, а на специальном адресе 127.0.0.53. Мы помним, что 127.0.0.8 – это весь наш лупбэк. Вот. То есть мы, в принципе, можем сделать так. Ну, допустим... 127.0.0.53. 53 я сказал. О! It works! В данный момент мы сходили к SystemD ResolveD. SystemD ResolveD сходил туда, куда посчитал нужным. Например, к 10.3.0.1. Ну и, в общем, он нам ответил на вопрос. Такой вот дополнительный шаг. Непонятно, для чего он нужен, но для удобства он нужен. Вот. Интересно другое. Интересно, что сам ResolveD может работать днс-сервером. Вот не только таким, но его можно и людям показывать. Вот. Значит, большие днс-сервера – это, конечно, бинт от компании Internet System Consortium, это, конечно, NSD, это, конечно, Knot. Вот эти три сервера известны тем, что они эксплуатируются как раз на корневых серверах. Помимо тех, которые эксплуатируются на всяких крутых компаниях, типа... Забыл каких. Ну, короче, все три, между прочим, свободные. Ну, бинт там такой странненький, но... А, это бинт 10 странненький, бинт 9 нормальный, а бинт 10 так и не сделан. Вот. Значит, вот эти, типа, самые крутые считаются, ну... А, нет, вот эти самые крутые считаются на сегодняшний день. Ну, в общем, вот. О мелких днс-серверах вообще-то говорят куча. Потому что кто нам мешает взять, допустим, etc-hosts и по 53-му порту отвечать, значит, что там за табличка в этом etc-hosts? Никто. Вот. Давайте мы настроим Resolve-D как мелкий днс-сервер, который будет кэшировать запросы, которые относятся к окружающим, а вот тот же хост, например, будет транслировать по 53-му порту, ровно вот по той схеме, по которой мы это говорили. Так, сейчас мы это сделаем в... А, не, не нужно. Давайте сначала прям его настроим. Значит, System-D, Resolve-Conf, только цветик, цветик, семисветик. Во! Значит, у него не так уж много настроек, хотя, в общем, может быть и достаточно. Сейчас давайте посмотрим. Так, тут нету. Ну, давайте поищем. Вот. Вот. Вот они, эти настройки. В первых, это связано с тем, раздавать ли днс другими способами, там, через ТЛС, с помощью dns-сек с подписями. Вот. Ну, в общем, вот такие вот штуки. Но нас с вами интересует, на самом деле, вот эта вот настройка, которая называется dns-tablistener. dns-tablistener, это возможность запустить вот этот самый, он видите, по умолчанию yes, возможность запустить вот этот вот сервер, который будет слушать на 53-м порту. Вот. Вот. Мы сейчас его выключим, а включим вместо него, чтобы он слушал, как все нормальные люди. Вот. В результате у нас получится, давайте посмотрим. О! Теперь мы можем смело говорить, мы тут такой dns-сервер, ходите все к нам, главное не удавиться, потому что понятное дело, что никакого списка, кому можно давать запросы, а кому нельзя, у нас нету. Вот. Но, например, мы можем теперь, у нас же есть там опция ходить в hosts, где-то тут hosts. и впишем туда что-нибудь, какую-нибудь ерунду. Ну, скажем, 10-1-1-1, это у нас будет SRV, а 10-1-1-1-1, это будет клиент-101. Так. Нет, dig. Dig SRV. Что? А-а-а. Хе-хе. Сейчас. Там, наверное, он не может, он не может, сейчас, секунду. Да что ты будешь делать? Там, наверное, нужно домен задать. Ну да. Я не помню, как ей правильно сказать. Ну, сейчас, секунду. А давайте еще вот так попробуем. А, слушайте, а где я это смотрю? Вот. Я вас обманул. Я забыл, что ходить надо к 127-0-0-1. Вот если ходить к 127-0-1, он отлично реализовывает эту штуку. Вот. Более того, я даже думаю, что если сказать ping-клиент-101, то он даже… А, ну понятно, он заработает, потому что он в хостеле есть. Вот. Значит, смотрите. Мы волшебным образом просто отредактировав etc-hosts… Ну, давайте… Клиент-101 класс… Просто отредактировав etc-hosts сделали маленький-маленький DNS-сервер, у которого даже есть вот… Вот. Если мы этот DNS-сервер куда-нибудь проэкспортируем, то ему можно будет пользоваться. Вот. Главное, не слишком сильно этим увлекаться, потому что это всё очень такое по деле, ну, ручное. А настоящий DNS-сервер, типа того же бинда, он работает там, миллион запросов в секунду, вот это всё. Вот. Тем не менее, как видите, работает. Тут немножко другие настройки, но это неважно. Так, пока вот это отложим, главное мне не забыть про то, что это нужно сделать. Ещё один протокол прикладного уровня, который очень часто используется при настройке сети, это протокол DHCP. В принципе, DHCP – это целое семейство протоколов, потому что он начинается с протокола BootPy, который совсем… интернет и вы совсем, да? Так, ну ладно, будем тогда на словах. Значит, он основан на протоколе BootPy, который предназначен для сетевой загрузки, судя по названию. И протокол BootPy вообще очень низкого уровня в том смысле, что когда компьютер включается, он своего IP-адреса не знает, да? Он шлёт… О, прочухал. Он шлёт в интернет запросы со словами «Расскажите мне мой IP-адрес, расскажите мне настройку маршетизатора, расскажите мне то, расскажите сё». Вот так работал протокол BootPy. Примерно так же работает протокол DHCP. Вот. Просто у него этих самых настроек, которые можно пересылать клиенту, их какое-то немыслимое количество. Вот. Где они тут? А, здесь даже нету, здесь они даже не перечислены, их несколько десятков. Протокол довольно хитрый в DHCP. Например, у вас в сети может быть несколько DHCP серверов, и клиент ещё из них выбирает, от кого принимать настройки. Но этим всем мы заниматься с вами не будем, поэтому мы будем говорить так. Значит, DHCP – это настройка клиента, сетевая, которая происходит, вот тут написано по MAC-адресу, это не совсем правильно, потому что машина ID теперь используется для этого дела. Хотя нет, MAC-адрес тоже. Мак-адрес тоже, конечно. Вот. Помимо IP, по под DHCP мы будем настраивать DNS-сервер и маршрутизатор по умолчанию. В действительности там очень много всего можно настроить, вплоть до того, какой файл, по какому протоколу загрузить, потом его как ядро загрузить, что-то смонтировать по сети. Ну, короче, много чего можно в DHCP положить. А, вот ссылка на тучу параметров. Вот табличка всех параметров, которые можно хранить в DHCP, их тут как-то бесконечно много. Тут где-то была ссылка, которую я пропустил, на то, что можно хранить в DNS. Вот. Это какой трес рот? Да. Ну, ладно. Значит, давайте. Bad Horse. Евро 2020. Сейчас. А, Bad.Horse. А как к нему потыкать? А, Sagin Bad Horse. Удивительным делом. Сейчас. Ну, я не знаю. Да, похоже, что просто Bad Horse. Что, уже не работает? Ну, короче, нет, так не работает уже. А жалко. В общем, идея стоит в том, что Resolve может выдавать какие угодно имена, особенно BackResolve в ответ на IP-адреса. И люди развлекались тем, что в BackResolve в процессе Трейсрута ёлочку рисовали именами. Такие дела. Ладно, это я так к слову не заработал. А жалко. Я у меня в прошлый раз же работал. Ну, давайте посмотрим, может быть, что там, Christmas. Не, не хочет. Хо-хо-хо. Непонятно, кого надо тресить для этого. Ладно, бросим это дело. Это совершенно бессмысленное занятие. Мне просто показалось, что это можно нарисовать, но уже нельзя, видимо. Это была всего лишь попытка иллюстрации, что в ДНС может ходить что угодно, и это такое. Значит, возвращаясь к нашим ДХЦП. Прежде чем говорить о ДХЦП, очень коротко поговорим вот о чём. В принципе, есть протокол, который называется link-local addressing. Он описывается в соответствующем RFC 3927, который описывает последовательность действий, необходимые для того, чтобы два компьютера, которые видят друг друга, или N компьютеров, которые видят друг друга на одной среде передачи данных, скажем, на интернете, самостоятельно присвоили себе IP-адреса ни у кого не спрашивая и при этом друг другу не мешая. И это тоже умеет наш systemd. Давайте это сделаем, потом переделаем. Значит, давайте мы сейчас настроим этот второй интерфейс таким образом, чтобы он использовал этот самый link-local в качестве самоопределения IP-адреса, мы посмотрим, что получится. Значит, name равняется eth1, нет work. Там, правда, это не считается полноценной настройкой, вот это link-local addressing. Это считается таким заменой при неработающем DHCP. Но мы всё равно посмотрим, что будет. Вот смотрите, он сейчас говорит, мы его всё ещё настраиваем. Нужно некоторое время для того, чтобы договорились все машины в сети, какие у них адреса. О, он говорит, смотрите, тут полностью сеть не настроена, но как минимум мы настроили IP-адрес. Вот он. Он берётся из диапазона 169, 164, 16, а дальше выбирается некоторое случайное число, но таким образом, чтобы ни один из хостов на данной среде передачи данных, который тоже будет туда кидать, какой у него IP-адрес, с этим IP-адресом не пересёкся. Так, ну это, наверное, можно выключить. Мы можем завести вторую машину и показать, что если там тоже завести link-local, то он будет не такой, они даже друг друга видеть будут. Но вы мне, наверное, и так поверите. Не знаю, нужно это делать или нет. Значит, link-local. Вот, значит, link-local неудобен тем, что полноценного протокола, про то, как нормальную сеть сделать без вмешательства администратора, довольно сложный. Как там, например, муштизаторы должны работать, как должны работать, откуда браться DNS, это же всё нужно как-то договаривать. Вот. Поэтому обычно его используют именно в качестве фоллбека, ну чтобы хоть какой-то адрес интерфейсу назначить. И мы с вами не будем его использовать. Давайте мы ему навесим какой-нибудь более правильный IP-адрес. Скрипипастим это из какой-нибудь предыдущей лекции. Это, кажется, было прямо вот на прошлой лекции, а я уже успел забыть. Во, адрес, просто адрес. Очень хорошо. Вот. Значит, как я уже сказал, систем D может работать немножко неймсервером. Мы это уже видели. Мы сейчас его ещё проанонсируем как неймсервер по DHCP волшебным образом. Систем D умеет работать как DHCP сервер. Чуть-чуть. В достаточной мере, чтобы накормить конфигурации сетевой соседней машинке. Сейчас мы это сделаем. Значит, во-первых, PLOS. Ой. Вот. Вот. Давайте развернём на этом интерфейсе DHCP сервер. Это делается очень просто. Для этого достаточно нужно сказать, что там DHCP. Значит, да, DHCP серверов на свете гораздо меньше, чем DNS серверов, потому что DHCP сервер – это именно замороченная, развесистая структура. Там куча всяких настроек, куча всяких подробностей поведения. Собственно, я долго искал и нарыл только три. Это два производства все того же интернет-консорциума. Дхцп-д классический и новый KIA. И тот самый DNS-маск, который в прошлом году у нас был на лекциях в качестве как раз DHCP сервера. А в этот раз я решил попробовать в качестве сервера использовать SystemD. Вот. Клиентов к DHCP достаточно много. И мы будем пользоваться с вами тем, который SystemD-шным. Мы уже умеем это делать. Например, мы только что настроили с помощью SystemD DHCP клиент на интерфейсе ETH0. Что мы хотели? Мы хотели заявить некоторых DHCP серверов. Сейчас заявим. Вот они, эти настройки. Надо сказать, что у нас есть DHCP сервер и надо его описать. Давайте прямо скопипастим. На этом интерфейсе будет запущен DHCP сервер. И этот параметр этого DHCP сервера, по-моему так это пишется. Параметры DHCP сервера следующие. Значит, во-первых, адреса пускай раздаются, начиная с сотого. А, нет. Тут 100, значит начиная с 10, начиная с 10. Чтобы не забить адреса 10.1.1.2, начиная с 10.1.1.10. Размер, пускай будет 100 адресов, значит до 110 или до 111. вот dns-сервер который будет анонсироваться как dns-сервер для удаленных машин пускай работает 10 1 1 2 вот ну и может затор по умолчанию пускай анонсируется тоже вот то есть в нашем dns-сервере будет приедет ip-адрес который выберется из вот этого пула из вот этой сети начиная с 10 до 100 в качестве dns-сервера анонсируем нас запомню помним что мы уже работаем как dns-сервер потому что мы так настроили resolve d вот он вот мы себя и анонсируем в качестве dns-сервера но и маршрут по умолчанию через себя мы тоже пропустим он пока работать не будет как его включать посмотрим в конце лекции смысле там dns над там не будет работать так пилот так 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 ну пока у нас ничего интересного нету на этом да вот вот этот параметр возможно нам придется включить но мы пока не будем трогать он такой хитрый давайте мы лучше создадим новый новый клиент и попробуем на нем настроить собственно дхцп какой-то момент начал разведывать что происходит когда она вот так подвешивается она не подвешивается там запускается systemd который кого который кто-то из наших дистрибуции вы строителей пропатчал чтобы он на консоль ничего не писал по умолчанию зачем-то и инструмент как включить чтобы он писал на консоль по умолчанию не работает я багу повесил но и так никто не пофиксил надо самому пофиксить так ну что давайте прям вот не сходя с места настроим наш нашу сеть под их цепи как мы собственно собирались это делать да значит тут у нас матч это будет этаж 1 а тут у нас нетворк это будет дхцп вот мне кажется этого хватит давайте посмотрим что получится так систем ктл нет нет нетворк ктл релот не вижу сейчас секунду я мог что-нибудь ошибиться да я ошибся тут надо писать не а пиво 4 а ес так значит и теперь здесь тоже говорим еще с релот пишешь такое не работе о работе вот он получил значит смотрите пока мы тут болтали он получил таки некий рандомный адрес от дхцп сервера 53 из того самого диапазона вот я так понимаю что вот тут вот можно было указать и больше настроек просто мы не стали этого делать вот он получил некий маршрут по умолчанию по дхцп десять один один два так как мы и сказали мы сказали вот пожалуйста отсылать себя роутером для этой машины вот под их цепи вот а вот с резолвером не знаю что происходит сейчас давайте запустим его систем ктл иные был минус минус нал напоминаю еще раз что иные был минус минус нал это одновременно иные был и сразу после этого старт смотрите красоте dns уже работает а пинг еще не работает значит обратите внимание на то что resolve d сходил к нитворк д сказал а нет ли дорогой нитворк д у тебя настроек про dns не только дают есть я их только что получил по дхцп вот отсюда и resolve d эти настройки прибрал вот они вот и у нас даже dns теперь работает ведь ввру немедленно адресоваться как он отрезался он сходил к 10 1 1 2 10 1 1 2 у нас тут слушает на всех интерфейсах он в свою очередь сходил к 10 3 0 1 а 10 3 0 1 ответил на этот вопрос рекурсивно потому что ввру явно требует рекурсивного вопроса вот вот мы по-быстрому на пальцах настроили некой интернет и вот прям вот настроить давайте уж раз пошла такая пьянка настроим еще на тоже через системы если вы помните настройка на то у нас выражалась стартом одной единственной команды фаервола фаервола который называется api тэйблс которую мы не будем изучать в этом семестре потому что мы не можем учить все фаерволы а будем изучать другой фаервол который называется nf тэйблс он более модный более современный и слегка более читаемых его конфиги гораздо проще понимать чем страшные ужасные конфиги последовательности значит дело в том что конфиг конфига от api тэйблс как таково не существует api тэйблс это просто таки запуск утилита api тэйблс с некоторой командной строкой такой в линеечку если у вас сложная конфигурация вашего мышцевого экрана эти вот команды строки в линеечку сотнями читать практически невозможно nf тэйблс он гораздо более структурирован но вместо одной команды у нас их будет много точнее вместо одной строчки первым делом мы активируем nf тэйблс на нашем сервере 20 сразу посмотрим что там у нас по умолчанию какое правило подгружается да никакого но вот смотрите у нас есть входная цепочка выходная цепочка и форвард пересылка все все три цепочки полиси акцепт все все просто ну как бы что мы хотим мы хотим чтобы из нашей сети которая 10 11 24 все пакетики преобразовывались при выходе из нашей машины преобразовывались ну на телесе в десять ноль два пятнадцать чтобы потом за счет над работа специфика настройки systemd network довольно забавная я в прошлом году убил нам часа два пока понял для того чтобы настроить над исходящий то есть сорс над на внешнем интерфейсе надо на внутреннем интерфейсе указать параметр сделай меня над почему так потому что мы фактически говорим пакета который приходит с интерфейса это h1 вот отсюда пожалуйста преобразуй в при выходе в 10 0 2 15 а остальные какие бы ни были не преобразуй например у нас есть еще один интерфейс там это h2 до у которого есть тоже другой диапазон адресов и его не надо найти поэтому в представлении в представлении систем д маскарад это свойство не того интерфейса на котором будет маскарадинг вот а того интерфейса пакета из которого следует маскарадить ну вот если постоять повтыкать кажется логично вас вот я написал api маскарады пиво 4 это означает что все пакеты приходящие из интерфейса 10 1 1 2 будут превращаться при отсылке в соответствующий там ну короче при отсылке в интернет будут превращаться в айпи то то в адрес который нам отсылает интернет давайте попробуем я даже не верю что заработает а может и заработает во-первых релот нет не только ты во-вторых давайте посмотрим что у нас там про рули сет о подцепился значит вот той одной строчке в epi tables который мы делали в прошлый раз соответствует вот эти вот эти вот эти вот тридцать девять строчек правда тут чуть более сложное правило оно еще более сложное за счет того что отредактировано систем дэшным искусственным мозгом вот мы даже не будем его сейчас интерпретировать потому что про инф тейблс мы будем говорить в следующий раз ну или через раз мы просто узнаем увидим что он воспринял эту настройку вот он собственно в пост роутинг в пост роутинге если соус адрес совпадает с маск адресом где у нас маск адрес вот он то нужно его маскарадить вот собственно все правило ради которого все это обгородилось пробуем тогда вот вот пожалуйста пинг работает дать конечно трекер посмотрим там минус l нет забыл или большой да а вот они это наши пинги удпсмп 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 днс вот это наш пинг а это наши днс запросы они теперь контрактится вот ну вот такая вот такая вот картина значит обратите внимание на то что все мы это сделали перманентным образом настроя соответствующим путем сетевые интерфейсы с помощью стенденитворк д обратите также внимание на то что не днс сервером не дхцп сервером не торг д резул д не являются по большому счету то есть мы всего лишь на пальчиках проверили как это вообще может работать если вам нужно настраивать настоящий днс или дхцп сервер лучше пользоваться соответствующим софтой хотя бы уж потому что мы сейчас фактически разрешаем кому угодно д резул ведь значит через наш сервер и его можно вполне себе задедосить смотрите я совсем коротко расскажу про анонсирование службы на этом мы закончим вот мы тупили в начале много в том числе я днс точнее преобразование имен в адреса или во что то еще можно использовать не только для для преобразования имен в адреса значит во первых существует такая штука как мультикас днс где значит где вот из этих а пи адресов и имен а относительно которых относительно которых компьютеры считают что их так зовут делается некоторое общее пространство само собой это вот ну и ткс днс это такой наследник вернее компаньон к link local айпи вот то есть мы сначала себя получили какой-то адрес потом мы сами себя как-нибудь назвали хост такой-то а потом мы начинаем публиковать анонс о том что хост такой-то как мы себя назвали имеет такой-то айпи адрес который мы сами себе присвоили вот нечувствительным способом вот в принципе есть такой даже целый рывцы который называется днс сервис дисковери днссд когда мы ходим к конкретно какому-нибудь днс у неважно какому обычному юника с днс ту мальтикас днс у к чему угодно что преобразует одно в другое говорим а нет ли у вас каких-нибудь сервис опубликован для этого в классическом днс служит запись типа srv вот бывают записи типа тома а адрес цены им птр обой запись типа srv и наличие опубликованного сервиса означает что в таком-то месте по такому-то порту у нас будет встречать некоторые сервис определенные зарегистрированные например давайте посмотрим если сервис и map s то бишь доступа к почтовому ящику углы ну моя вангу и что есть посмотрим что нам ответить вот а кстати заметьте мы это сделали с клиента но клиент нам отлично тоже ответил мы сказали значит сходи пожалуйста гмэйлу посмотри у него нет ли записи сервис типа вот такой и maps tcp у гмэйл кома он горит есть и этот сервер и этот сервер сервер вот такой службы на гмэйл коме имеет вот такой адрес фактически мы определили к кому ходить за почтой за почтовым ящиком и это в общем не то же самое что гмэйл ком вот анонсирование кстати мы могли сказать это и с помощью resolve qtl даже это красивше выглядит сервис что там и maps по-моему по-моему так нет полностью нужно сервис говорить так как он зарегистрирован в dns ну вот вот он ответил он ответил какой какой сервер какой порт какие api адреса у него еще есть это обе адреса вы в 4 этапе адреса вы 6 короче говоря нам полностью рассказал что с этим сервисом существует в гмэйле допустим пример который есть там вот про тот же гмэйл про этот самый про джабер джабер уже в мэйле нету пример там неправильный документации вот систем д резолт д умеет dnssd но мы этого делать не будем потому что он опять это делает немножко не полным путем мы сейчас настроим настоящий сервер который называется авахи вот он собственно уже настроен мы просто запустим и на этом закончим разговор значит авахи это такой комплект протоколов который это сервер который обеспечивает комплект протоколов который называется зероконф зероконф это попытка построить сеть из ничего когда у вас есть машины которые друг с другом как-то связываются и настраивают себе все днс маршрутизацию там почту все вот когда-то так делали маки реально маководы собирались на свою маководческую конференцию втыкали все маки в один хаб и шли кофе пить потому что в течение получаса маки там договаривались кто интернет раздает кто почту кто там принтер и так далее ну не получаса но как-то так кофе люди успевали выпить вот как мы с вами видели он не быстро работает такой ну вот так вот значит зероконф это комплект протоколов а авахи это служба который этот комплект обслуживает мы сейчас просто запустим авахи авахи демон 20 и посмотрим какие протоколы анонсируются у нас значит а это значит все l это значит не включать а ты это значит в конце концов брозинг наш заканчивать дело в том что поскольку а в поскольку в такие зероконф штуки основаны на анонсах мы сначала анонсируем нашу сервис то они никогда не заканчиваются можем вечно висеть в этом брозе поэтому мы говорим посмотреть кто чего анонсирует видите оказывается мы анонсируем доступа сха к нашей машине вот почему так а потому что соответствующий конфиг файл есть вот он о это xml чик простейший то есть мы запустили авахи и авахи даже нам показал давайте на клиенте тоже запустим а вот смотрите наш клиент по имени клиент увидел сервер по имени с рв . local и на нем увидел на 22 порту сервис ну-ка а вот если мне не изменяет память без перезагрузки так не работает ну-ка работает вот мы зашли зашли по с хан и с рв фактически мы и вообще из ничего сделали вот 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 из этого сделали некоторые маленькие коров маленькое локальное пространство имен вот просто запустив авахи прононсировал соответствующие службы и кстати прононсировав еще резолвинг до срв . local превращается в 10 1 1 2 обратите внимание что именно домен . local никакой иной именно так вы можете сделать иной но по умолчанию вот во всех местах считаешь . local вот и для того чтобы я смог бы написать ссх и срв . local нужно чтобы кто-то вот в это пространство имен в dnssd тоже умел ходить за преобразованием адресов в имен в ip-адреса это делает насос свечи вот эта запись поскольку у нас стоит плагин к на свечу который умеет ходить в mdns4 он же нссд поскольку здесь так написано то при преобразовании срв . local он говорит слышите я знаю что такое . local сейчас посмотрю нет ли у нас в таблице и показывает вот чтобы закончить на сегодняшний разговор скажу что есть такой же плагин к резолв-д мы можем вообще ходить вместо dns сразу к резолв-д вот вот этому демону по его внутреннему api чуть ли не по непонятно не программный безо всякого сокета прям вот к нему нет по сокета по дебасу да вместо того чтобы ходить к dns но он отменяет dns я решил не перегружать сегодняшнюю лекцию либо то либо другое все значит время я вас выжрал уже много про сетевые системы я знал что мы не суме не успеем рассказать давайте в качестве примера я покажу одну прикольную штуку и на этом мы закончим давайте посмотрим сколько всего анонсируется по авахи в такой типичной факультетской сети ну просто интересно а означает все варианты анонса l означает без моих то что я не анонсируют означает в конце концов превратить прекратить просмотр в основном это принтеры который очень любит себя анонсируют по всевозможным протоколам и по протоколу и тип ай пипи а это сканер это ему фушка вот а еще на него что лпд протокол такой вот то есть как большие принтеры там же стоит какой-то как 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 какой-то видимо линукс и что-то очень такой внутри и они себя анонсируют сразу по всему видеть тут можно даже пфтп файлы пввв файл загрузить а он напечатается вот труконфо на себя анонсирует привет привет это протокол банджур тоже связано с зероконфо да файл шеринг ну короче вон apple какой-то что-то себя тоже анонсирует анонсирует тут люди анонсируют доступ в инц и к себе интересно что будет если туда зайти но мы не будем этого делать все смотрите у нас время закончилось значит домашка у нас не полная я прошу в прошлом году была была настройка этого самого днс маска в этом году и видите все переделал в системы вот значит я ее сделаю завтра сегодня домашку не сделаю завтра будет готова домашка вот и в следующий раз у нас тоже довольно веселая тема а именно турниры туннелирование и в п такие дела вот вопросы я признаю что я довольно путанно рассказал про днс но как видите можно было вообще ничего не рассказывать но тогда бы все все забыли смысле не вспомнили а если рассказывать полностью про днс целая лекция нужно вопросы если нет вопросов тогда все всем спасибо вот до новых встреч а